Всем привет! С вами Павел Маслов. Это третье видео по решению 15 номера. Мы наконец-то добрались до сложных примеров. Сегодня у нас логарифмические неравенства и самый удобный метод их решения. В этом видео будут примеры без каких-то дополнительных преобразований. Именно логарифмы сравниваются с числами. Но уже будет две основных проблемы. Нам нужно учитывать основание логарифма и нужно учитывать ОДЗ. Вот с этими двумя проблемами будем все видео разбираться. Сначала на коротких примерах, потом решим три номера, в которых в основании стоит число. Такие примеры попроще. После этого перейдем к логарифмам с переменным основанием. Сначала я покажу метод, который объясняют в школе, или должны объяснять. А после этого мы перейдем наконец-то уже к методу рационализации. Поймем, как он работает, откуда берется эта формула. Научимся ее применять и с ее помощью будем быстро решать сложные примеры. Поехали! Для разминки нужно сравнить такие выражения. То есть расставить в них знаки больше-меньше. В левом примере можно по логарифмам посчитать. Логарифм 4 по основанию 2 это 2, а логарифм 8 по основанию 2 это 3. 2 меньше чем 3, значит здесь знак меньше и здесь знак меньше. Сейчас у нас написано логарифмическое неравенство. А следующей строчкой можно логарифмы вытянуть и 4 действительно меньше чем 8. То есть подумай, что написано здесь неравенство с логарифмами, здесь неравенство уже без них. При этом знак неравенства остался здесь меньше и здесь меньше. И так происходит, потому что в основании логарифмов стоит двойка, число, которое больше единицы. Теперь смотрим на правый пример. Логарифмы также считаются, подумал сколько будет. Здесь получается минус 2, а здесь получается минус 3. Минус 2 больше чем минус 3. Здесь знак больше и здесь знак больше. Но четверка-то она по-прежнему меньше чем восьмерка. То есть при переходе от логарифмического неравенства к обычному, в тот момент, когда мы логарифмы выкидываем, чтобы все строчки оставались верными, знак неравенства меняется в другую сторону. Здесь был больше, здесь меньше. И вот это основная фишка в логарифмических неравенствах. В какой-то момент решения нужно избавляться от логарифмов. При этом логарифмы выкидываются, а ты думаешь, менять знак неравенства или оставлять? Если в основании стоит число, которое больше единицы, знак неравенства остается. Так же, как в левом примере. А если в основании стоит число, которое меньше единицы, знак неравенства нужно поменять в обратную сторону. Вся эта история очень похожа на то, что было в степенных неравенствах. Прям точь в точь. Точно так же объясняется более грамотно с помощью графиков. То есть, чтобы все досконально понимать, нужно уметь встроить график в логарифмической функции, и знать, что он принципиально по-разному выглядит, когда в основании логарифма стоит число. Больше единицы, двойка, тройка, пятерка. Синим нарисован график, и функция возрастает. Чем больше мы берем х, тем больше получаются значения функции. Красным нарисован график логарифма, у которого в основании стоит 1, 2, то есть число, которое меньше единиц. И этот график убывает. Чем больше мы берем х, тем меньше получаются значения функции. То есть, если мы хотим получить значение больше, мы должны х брать не больше, а наоборот меньше. В этом момент происходит перемена знака. Но это все такие сложные объяснения, о них лучше в свободное время подумать самому. И это если мы хочешь понять, почему все так происходит. Для примеров нужно запоминать вот это правило, и мы постоянно будем им пользоваться. Знак неравенства либо оставлять, либо менять другую сторону. Ну и вторая проблема, с которой мы будем сегодня сталкиваться, это УДЗ. И с этой проблемой мы уже хорошо знакомы. Знаешь, что в неравенствах с логарифмами нужно описать УДЗ. В неравенствах, уравнениях, в любых примерах, в которых есть логарифмы, нужно учитывать УДЗ, которая состоит из трех пунктов. Основание больше нуля, основание не равно единице, выражение внутри логарифма больше нуля. Все три пункта нужно писать, все три пункта нужно учитывать. И потом, в конце примера, накладывать УДЗ на решение примера, которое получилось. То есть, искать пересечение ответа неравенства и УДЗ. Давай посмотрим на коротких примерах, как это происходит. Логарифм X по основанию 3 меньше, чем 2. Делаем почти как в уравнениях. 2 представляем в виде логарифма с основанием 3. Для этого думаем, логарифм чего по основанию 3 равен 2. Основание 3 возводим в квадрат, получается 9. Логарифм 9 по основанию 3 сравнивается с логарифмом X, а по основанию 3 знак меньше. Теперь настало время избавиться от логарифмов. Ты думаешь внимательно о том, что в основании стоит тройка, число которое больше единицы, значит мы логарифм выкидываем, а знак неравенства оставляем. Следующей строчкой X меньше, чем 9. Это решение самого неравенства. К нему мы добавляем УДЗ, которое в данном случае состоит всего из одного пункта. Потому что основание 3, оно и так больше нуля, не равно единице, это учитывать не нужно. Остается одно только условие, то, что внутри логарифма X больше нуля, это УДЗ. Теперь мы должны найти пересечение решения и УДЗ. Для этого на одной картинке нужно как бы решить систему неравенств. Этого и этого. Все нарисовать. Ось X, точка 9, X меньше, чем 9. Точка 0, X больше, чем 0. И мы выбираем пересечение двух решений, получать промежуток от 0 до 9. Даже в таком коротком примере достаточно много действий. Смотришь на правый пример и стараешься повторить те же самые действия, но внимательно. Делаем вместе. И получается, что вместо четверки ты написал логарифм по основанию 1 вторая. Внутри подумал, что будет написано. 1 вторую возвел в четвертую степень. 1 шестнадцатая. Следующей строчкой нужно внимательно подумать о том, что основание 1 вторая, это число, которое меньше единицы, значит при переходе от логарифмического неравенства к обычному, знак нужно поменять в другую сторону. Получается, что X больше, чем 1 шестнадцатая. Знак поменялся. И также мы добавляем ОДЗ, точно такой же, как в левом примере. У нас только X больше нуля, потому что в основании стоит число 1 вторая, которое больше нуля, не равна единице. У нас остается условие X больше нуля. Теперь мы эти два условия рисуем на одной картинке. 1 шестнадцатая. X больше, чем 1 шестнадцатая. 0. X больше, чем 0. Думаешь, где эти два решения пересекаются. Получается промежуток от 1 шестнадцатой до плюс бесконечности. То есть все наше решение попало в ОДЗ. ОДЗ не наложило никаких ограничений на ответ. Но это так случайно совпало. Получается ответ X принадлежит промежутку от 1 шестнадцатой до плюс бесконечности. Похожим образом мы будем делать в ближайших трех примерах. Мы решаем пример, получаем для него ответ. Решаем в сторонке ОДЗ. И в слове, которое у нас там получается, накладываем на наше решение. Ищем пересечение ответа, примера и ответа ОДЗ. Смотрим на номер. Ну, почти то же самое, чуть-чуть сложнее. Логарифм X квадрат минус 2X по основанию 2 меньше либо равен 3. Такой же план. Должны тройку представить в виде логарифма. И от логарифмов избавиться, получить ответ для неравенства. Потом написать ОДЗ и ОДЗ пересечь с тем, что у нас получилось. Тройка это логарифм по основанию 2 от восьмерки. 2 в кубе. С этой стороны то же самое. Думаешь внимательно о том, что в основании стоит двойка, значит мы просто знак неравенства оставляем. X квадрат минус 2X меньше либо равно 8. Вместо логарифмического осталось обычное квадратное неравенство. Все переносим в одну сторону и находим корни квадратного уравнения. X квадрат минус 2X минус 8 меньше либо равно 0. Выписал уравнение, нашел корни. Они получаются минус 2 и 4. Пример раскладывается на скобки. X плюс 2, X минус 4 меньше либо равно 0. И мы дорешиваем его методом интервалов. Точки минус 2 и 4 закрашены. Знаки плюс, минус, плюс. Выбираем средний промежуток там где минус. Промежуток от минус двойки до четверки. Это решение самого примера. Теперь нужно добавить к нему лоду Z. Лоду Z. Внутри логарифма больше 0 неравенства, которое опять нужно решать. Квадратное неравенство методом интервалов. Раскладываем на скобки X, X минус 2 больше 0. Отдельно решаем. Ось X точка 0, точка 2. Точки выколоты. Знаки плюс, минус, плюс. Решаем мы больше 0. Выбираем ту часть где плюсы. Здесь и здесь. И теперь мы должны эти две картинки совместить. Аккуратней и лучше это делать на отдельном рисунке. Отдельно рисуем еще одну ось X. И наносим на нее свои решения. Мне это делать удобно. У меня есть разноцветный маркер. От минус 2 до 4 точки закрашены. И вот так вот выделяю решение. И решение о дозе. 0, 2, точки выколоты. Сюда и сюда. И теперь, внимательно изучая эту картинку, нужно выбрать части, где решения пересекаются. Это у нас промежуток от минус 2 до 0. От 2 до 4. Именно в этих двух промежутках оба условия выполняются. И синее, и красное. И вот это отдельная проблема. Нужно учиться пересекать множество решений. То есть накладывать ОДЗ на ответ примера. Будет постепенно становиться это действие. Все сложнее и сложнее. У нас будет появляться больше условий. Но пока достаточно просто. И мы как раз тренируемся. Нарисовали. Пересекли. И записываем ответ. Х принадлежит промежутку от минус 2 до 0. От 2 до 4. Скобка квадратная. Ответ. Смотришь на следующий пример. Ставишь паузу. И стараешься сделать его сам. Первым делом нужно минус 2 представить в виде логарифма с основанием единицы деленной на корень из 5. Здесь у нас логарифм. Единица на корень из 5. А внутри внимательно подумать, что будет написано. Можно в сторонке. Для этого единица на корень из 5 возвести в степень минус 2. Минус переворачивается. Корень из 5 возводится в квадрат. Остается пятерка. Значит внутри стоит хорошее число. Просто 5. Логарифм. Один меньше чем другой. Минус х квадрат плюс 6х. Меньше либо равен чем такой логарифм. Следующей строчкой. Внимательно думаешь о том, что единица на корень из 5 это основание число, которое меньше единицы. Ведь корень из 5 это значение, которое больше чем 2. Корень из 5 это 2 с чем-то. 1 делить на 2 с чем-то это число меньше единицы. Дробь, которая меньше единицы. Нужно обязательно про это подумать и поменять знак неравенства. Это очень важный момент при решении всех логарифмических неравенств. У нас получается минус х квадрат плюс 6х больше либо равно чем пятерка. Пример теперь мы дорешиваем. Переносим в одну сторону минус х квадрат плюс 6х. Минус 5 больше либо равно нуля. И по традиции перед х квадратом минус. Значит нужно взять и умножить на минус единицу. Когда мы неравенство умножаем на минус единицу, мы еще раз меняем знак неравенства. Остается х квадрат минус 6х плюс 5. Теперь меньше либо равно нуля. И вот это неравенство квадратное решаем методом интервалов, посчитав корни 5 и 1, скобки x-1, x-5, меньше либра 0, ось x, единичка, пятерка, закрашенные точки, плюс, минус, плюс, выбираем ту часть, где минус. Ответ от единицы до пятерки квадратной скобки, ответ для решения примера. Конечно же не забываем о дозе, можно даже его в начале писать, но это уж кому как нравится. О дозе, минус x квадрат плюс 6x строго больше 0, минус x выносим за скобку, остается x-6 больше 0 и опять же на минус единицу умножаем, чтобы этот минус нам не мешался. x на x-6 меньше 0, решаем это неравенство. Точка 0 выколота, точка 6 выколота, плюс, минус, плюс, взяли серединку, там где минус, ответ для дозе от 0 до 6. Совмещаем два решения на одной оси x, отмечаем от единицы до пятерки и от 0 до шестерки 0, 6. Когда мы это все делаем, очень важно правильно числа расставлять в порядке возрастания и вот похожим образом рисовать картинку. И внимательно думать, в какой момент у нас решения одного и второго ответа пересекаются. Видно, что в данной ситуации у нас весь синий промежуток попал внутрь красного, значит у нас окончательным ответом является промежуток от единички до пятерки целиком. Ответ попал в ОДЗ. Значит ответ x принадлежит промежутку от единицы до пятерки. В этом номере самое важное было подумать о том, что единица на корень из пяти это основание, которое меньше единицы. Значит нужно менять знак. Об этом обязательно думать, это очень важная проблема. Чем дальше, тем больше мы будем над ней думать. Ну и в конце внимательно искать пересечение двух ответов. Шестой пример. И здесь у нас два логарифма. Один сравнивается с другим. Но пока никакой проблемы нет. У нас в логарифмах одинаковые основания, значит мы от них можем сразу избавиться. Тройка больше единицы, значит остается x квадрат минус x больше либо равно чем 3x плюс 2. Переносим в одну сторону и дорешиваем. Минус 4x минус 2 больше либо равно 0. Нужно посчитать дискриминант квадратного уравнения. А он получается 16 плюс 8. 24 кривое значение, но ты привыкаешь к тому, что чем более накрученный номер, тем больше в нем кривых значений, корней, каких-то кривых выражений. Так что 24 нормальный дискриминант. Корни получаются 4 плюс минус корень из 24 делить на 2. Нужно еще преобразовать это выражение, чтобы было получше. На черновике ты подумал о том, что 4 плюс минус 24 это 4 на 6, значит четверка вылазит из-под корня, остается 2 корня из 6 делить на 2. Сверху у нас четные числа, значит мы еще двойку выносим за скобку. 2 плюс минус корень из 6 делить на 2. Двойки сокращаются. Корни уравнения 2 плюс корень из 6, 2 минус корень из 6. Мы отмечаем эти числа на оси x. Точки закрашены. 2 минус корень из 6, 2 плюс корень из 6, плюс минус плюс. Выбираем плюсы. Решение самого примера. И теперь нужно добавить УДЗ. Можно было бы добавить еще каких-то умных мыслей о том, что можно УДЗ писать короче, но пока лучше не усложнять. И просто есть в примере несколько логарифмов. Значит для каждого из них нужно написать УДЗ, потом все условия нанести на решение, чтобы получить окончательный ответ. Так что мы смотрим, например, есть первый логарифм. Значит появляются условия x квадрат минус x больше нуля. Есть второй логарифм. Значит то, что внутри него тоже должно быть строго больше нуля. Из двух условий состоит УДЗ. Это система, которая также добавляется к решению. И нужно отдельно решить каждое из этих неравенств. В синем неравенстве x выносим за скобку. Остается метод интервалов. Точка 0, точка 1, плюс, минус, плюс. Выбрали плюсы. Все, что левее и все, что правее. Красное неравенство вообще линейное. Двойку перенесли в правую сторону. 3x больше, чем минус 2. Поделили на тройку. Остался x больше, чем минус 2 третьих. Одно условие. Второе условие. И собственно решение нашего примера. Теперь это все нужно совместить. Опять же, делать это лучше, конечно, на отдельной картинке. Но тут возникает еще одна проблема. Когда мы решение совмещаем, ищем пересечения, мы числа на оси расставляем в порядке возрастания. И постоянно нам нужно, в более накрученных примерах, сравнивать между собой числа. То есть для того, чтобы поставить сейчас точку 0 и точку 1, непонятно, куда попадает 0. То ли сюда, то ли сюда, то ли сюда. Нужно числа сравнивать между собой. И это такая известная задача, еще со времен 9 класса или 8, когда нам нужно сравнивать числа. Я тебе напоминаю два наиболее популярных подхода, которые нужно обоими способами владеть. Первый заключается в том, что нужно все быстренько уметь считать примерно. Никому на чистовик это записывать не нужно, но на чистовике ты думаешь о том, что корень из 6 это сколько? Примерно 2 с чем-то. Корень из 4 это 2, корень из 9 это 3, корень из 6 значит посерединке, ну допустим это 2 с половиной. Тогда 2 минус 2 с половиной это минус 0,5 примерно. 2 плюс 2 с половиной это 4 с половиной примерно. Тогда понятно становится, что точки 0 и 1 лежат посередине. Здесь 0, здесь 1. А вот чтобы добавить точку минус 2 третьих, нужно еще подумать. Ведь с одной стороны можно ее тоже примерно посчитать. 2 поделить на 3 минус 0,66. Десятичной дробью. И вроде как она попадает сюда. Но здесь минус 0,66, а здесь минус 0,5 близкие значения. И вдруг мы почитали не точно. Мы же не калькуляторы, мы не знаем, что это ровно 2,5. Может это 2,6, может 2,7, может 2,8. Поэтому обсуждаем второй подход для сравнения чисел. То есть нам нужно убедиться именно, что минус 2 третьих находится левее. Для этого сравнить минус 2 третьих и наш корень с выражением 2 минус корень 6. Давай, вот тут это будет отдельно написано. 2 минус корень 6 и 2 третьих. Минус 2 третьих. Сравниваем между собой. С левой и правой частью этих выражений мы делаем одни и те же действия. Берем, все умножаем на 3. Стоится 6 минус 3 корень 6, с этой стороны минус 2. Избавляемся от шестерки, уносим ее в правую часть. Либо говорим, что мы вычитаем из левой и правой части шестерку. Остается минус 3 корень 6, здесь минус 8. Теперь можем числа представить в виде корней. Здесь тройка залазит под корень, остается 9 на 6, 54. А восьмерка это корень из 44. Эти числа уже можно между собой сравнить. Подумать, что минус корень из 54 это больше, чем минус корень из 64. Больше, больше, больше. В итоге знак больше. Но либо сделать еще одно действие. Избавиться здесь от минуса, домножить на минус единицу. Останется корень из 54, который меньше, чем корень из 64. Да, это меньше, чем это. Но знаки именно так, потому что в этот момент мы умножаем на отрицательное число. И происходит перемена знака неравенства. Подумая внимательно над всей этой цепочкой рассуждений. И выполнив ее, мы уверены в том, что корень из 6, это кривое значение, оно больше, чем минус 2 третьих. Так что точка красная попадает туда, где она нарисована. И теперь мы решение между собой пересекаем. Ответ самого примера. Синяя УДЗ. И можем уже подумать о том, что синяя УДЗ не накладывает как бы никаких ограничений. Черное решение в него целиком входит. А вот красное условие, то что х больше, чем минус 2 третьих, ограничивает наш ответ. Ответ. Левая часть перестает в него попадать. Мы смотрим внимательно картинку, выбираем ту часть, где у нас все три условия выполняются одновременно. Получается от минус 2 третьих до 2 минус корень из 6 перестало выполняться в черное условие. И начиная с этого корня, 2 плюс корень из 6 до плюс бесконечности, все три условия одновременно выполняются. Значит это мы в ответ тоже берем и записываем, что х принадлежит промежутку от минус 2 третьих до 2 минус корень из 6, включая. И от 2 плюс корень из 6 до плюс бесконечности с учетом всех круглых квадратных скобок написали окончательный ответ. Пример стал уже длиннее и сложнее. Здесь добавились, у нас становится все больше и больше условия УДЗ. Становится их потом сложнее на начательное решение наносить и искать участки, на которых все условия выполняются одновременно. Но все равно это была лишь небольшая разминка. Мы переходим к неравенствам с переменным основанием. То есть в номере 7 в основании стоит х плюс 2, есть х в зависимости от х, основание меняется. Такие примеры они существенно сложнее, чем те, что были до этого. Надо подумать почему. Во-первых, у нас точно будет длиннее УДЗ. Теперь нужно писать все три условия. Основание больше нуля, основание не равно единице. И то, что внутри логарифма больше нуля. Три условия писать, все три условия решать и накладывать на окончательный ответ примера. Но это как бы меньше изол. Основная фишка именно в том, что основание переменное. И мы не знаем, то ли оно больше единицы, то ли оно меньше единицы. Когда основание больше единицы, мы должны были бы знак неравенства оставить. Если основание меньше единицы, знак неравенства нужно менять в обратную сторону. А х есть в основании и он меняется. То есть допустим, х равен тройке. Три плюс два пять. Основание больше единицы, знак был бы все время меньше, меньше, меньше. А если х равен минус полтора, минус полтора плюс два, 0,5, одна вторая, число меньше единицы. И в таком неравенстве нужно было бы знак менять. Вместо меньше писать больше, больше, больше. Мы не знаем, какое основание и все это сильно усложняет. Мы не можем делать точно так же, как раньше. И здесь появляются разные способы решения. Я сейчас буду рассказывать способ, которым учат решать в школе. Прямолинейный подход, но он очень длинный. Ты можешь немного расслабиться и просто слушать и думать о том, как это все происходит. Потому что будет очень много писанины. И после того, как ты на это посмотришь, подумаешь, в чем же здесь фишка. Именно суть надо уловить, постараться. После этого мы будем решать методом рационализации. Но пока делаем, как учат в школе. Сначала мы, конечно, двойку, так же, как и раньше, заменяем на логарифм с основанием x плюс 2. А внутри, значит, будет основание в квадрате. А теперь, в таком прямолинейном подходе классическом, неравенство распадается на две системы. Мы не знаем, какое было основание, то ли больше единицы, то ли меньше. Поэтому по отдельности именно эти два случая рассматриваем. Допустим, основание x плюс 2 было больше единицы. Тогда в неравенстве нужно было бы сохранить знак. Это меньше либо равно, чем вот это. 2x в квадрате плюс x меньше либо равно, чем x плюс 2 в квадрате. И это система. Или все было наоборот. Основание было меньше единицы. x плюс 2 строго меньше одного. А тогда нам знак нужно было бы поменять в обратную сторону. 2x в квадрате плюс x больше либо равно, чем x плюс 2 в квадрате. Написано почти одно и то же. Отличается только знаками. Еще системы, между ними знак или. И вот в этом нужно не запутаться. То есть, что мы хотим сделать? Мы хотим решить систему одну. Что значит решить систему? Решить одно неравенство, решить другое неравенство. И найти пересечение их ответов. Когда мы их пересечение ответов находим, мы нашли ответ одной системы. Потом решить другую систему. Там будет почти то же самое. Мы делаем опять. Решим одно неравенство, решим другое неравенство. Будет все то же самое. Но там другие ответы. Мы их между собой пересекаем. Получается ответ второй системы. Есть один ответ, есть другой ответ. Между ними или. То есть, объединение одного ответа и другого. И эти два ответа вместе дают решение примера без учета ОДЗ. Ну вот, я это стараюсь быстренько сделать. В первом неравенстве мы двойку переносим влево. Остается минус единица. 2х в квадрате плюс х. Во втором неравенстве скобку возводим в квадрат. И в квадрат плюс 4х плюс 4. И во втором неравенстве все переносим в одну сторону. Остается х в квадрате минус 3х минус 4 меньше либо равно 0. Квадратное неравенство. Решив, найдя для него корни, они получаются минус единица и четверка. х плюс 1х минус 4 меньше либо равно 0. Разложили на скобки. И теперь решаем. Берем, говорим, что у нас вот это называется синее неравенство. Для него рисуем картинку метода интервалов. Минус единица закрашенная, четверка закрашенная, плюс, минус, плюс. И мы решаем меньше либо равно нуля, выбираем, отлучаем, где минус. А для вот этого, назовем его красным неравенством, решение x больше, чем минус единица. То есть мы находим, мало того, что решили синее неравенство, мы получили для него ответ от минус единицы до четверки. Вот он палочкой выделен. И мы пересекаем решение этого и решение этого. На одной картинке нарисовали промежуток от минус одного до четырех. И нарисовали условие того, что x больше минус единицы. При этом у нас еще здесь строгая, значит точка минус единичка выкалится. И посмотрев на пересечение, понимаем, что ответ для всей этой системы промежуток от минус единицы до четверки. Точка минус один выкалата, четверка включается в ответ. Одну систему решили. Вторая система точно то же самое, только знаки все время в другую сторону. У нас x меньше, чем минус единица. Здесь точно та же самая строчка. После преобразования x квадрате минус 3x минус 4 больше либо равно нуля. Знак в другую сторону. x меньше минус единица, x плюс 1, x минус 4 больше либо равно нуля. Получается точно такая же картинка. Но теперь нам нужно больше либо равно нуля. И мы выберем ту часть, где у нас плюсы. Плюс, минус, плюс. Берем здесь плюс и здесь плюс. То есть ответ синего неравенства у нас от минус бесконечности до минус единицы, от четверки до плюс бесконечности. И на него мы накладываем условие x меньше минус единицы. Минус единица выкалывается, и мы берем то, что левее, чем минус 1. То есть у нас вот эта часть ответа входит в красные условия, а вот эта часть ответа в красные условия не входит. Значит мы его выкидываем, и ответом для этой системы является промежуток от минус бесконечности до минус единицы. Ответ одной системы, ответ другой системы. Теперь мы эти два ответа вместе объединяем, не пересекаем, а объединяем. У нас или это, или это. И они, эти два ответа идут вместе. Получается от минус бесконечности до минус единицы. От минус единицы до четверки. Ответ для неравенства. Но это не окончательный ответ примера. Мы получили только то, чему принадлежит x, а еще поверх этого решения нам нужно нанести удз. А доска уже почти закончилась. Пауза. Подумал. Подумал внимательно. И по-хорошему нужно, конечно, этот способ освоить. Но главное понять, что тут происходит. Что мы рассматриваем случай по отдельности, при этом здесь система, здесь система, между ними или. Решили здесь, нашли пересечение, получился один ответ. Решили здесь, нашли пересечение, другой ответ. Ответы объединили вместе, получился окончательный ответ. Очень долго, очень длинно. Это как минимум, а еще можно запутаться в знаках. Тем более, что знаки иногда у нас еще будут меняться, когда мы будем на минус единицу домножать. Так что лично мне этот способ не нравится. Поэтому мы изучаем метод рационализации. Отличный способ решения подобных примеров, которые сильно жизнь упрощает. Тот же самый номер, но теперь методом рационализации. Сначала мы запишем формулу, потом ее применим. Дорешаем пример. И потом уже поговорим о том, почему эта формула работает и как она устроена. Итак. Логарифм по какому-нибудь основанию g от x от функции f от x сравнивается значок v с каким-то числом n. Значок v значит, что вместо него может быть стоять любой знак. Больше, меньше, меньше либо равно, больше либо равно. Такое логарифмическое неравенство заменяется по формуле. Скобка g от x минус 1, вторая скобка f от x минус g от x в степени n сравнивается теперь с нулем. И к этому добавляется ОДЗ. Ну, еще раз. У нас основание g от x. Из него вычитается единица, получается первая скобка. Вторая скобка из того, что было внутри логарифма f от x вычитается основание в степени n. n число, которое стояло с правой стороны неравенства, знак неравенства остается такой же, как и было, но теперь сравнивается с нулем. Почему это так работает, поговорим через 2 минуты. Пока применяем эту формулу. Получается у нас первая скобка основания минус единица. x плюс 2 минус 1. Скобка закрылась. Дальше идет то, что было внутри логарифма 2x в квадрате плюс x минус основание x плюс 2 в степени 2, потому что за знаком неравенства была двойка. Меньше либо равно нуля. У нас остается пример, который нужно просто преобразовать и решить метам интервалов, не рассматривая кучи случаев. Но мы это и делаем. x плюс 2 минус 1, плюс 1. Здесь 2x в квадрате плюс x минус x в квадрате минус 4x минус 4. Скобку выдели в квадрат по формуле. x плюс 1. x в квадрате минус 3x минус 4. Меньше либо равно нуля. Остается квадратное выражение, которое мы раскладываем по формуле. То же самое квадратное выражение, которое было предыдущим способом. Там были корни минус 1 и четверка, так что это заменяется на x плюс 1. x плюс 1, x минус 4. Вот это продолжилась скобка. Мы замечаем, что у нас x плюс 1 скобка повторяется. Так что в итоге x плюс 1 в квадрате умножить на x минус 4 меньше либо равно нуля. Здесь меньше либо равно нуля. Теперь мы дорешиваем это методом интервалов на оси x. Отмечаем точку минус 1. Четверка. Знаки плюс. Минус. Опять минус. Потому что скобка стоит в квадрате. Переходит через минус 1. Знак повторился. Здесь мы поскочили знак плюс. Но выбираем-то мы для себя то, что меньше либо равно нуля. Там, где минусы. Получается, что нам подходит везде, где минусы. Минус 1 тоже подходит. Так что итоговый ответ от минус бесконечности до четверки. Минус 1 мы проскочили, потому что она входит в неравенство. Получается, ответ x принадлежит от минус бесконечности до минус четверки включительно. Подумая о том, что мы получили тот же самый ответ. Дошли до того же самого момента, как в прошлом способе. Только там у нас было от минус бесконечности до минус единицы. От минус единицы до минус четверки. То есть в минус единице была дырка. Но у нас появится сейчас, после того, как мы начнем учитывать ОДЗ. Мы тоже сделали то же самое. Дорешали пример. Само неравенство. Получили для него ответ. Чтобы получить окончательный ответ примера, нужно на него еще накладывать ОДЗ. Мы сейчас это сделаем. Сначала нужно поговорить про вот эту формулу. Она ее надо еще обязательно обвести и подумать, как она работает. Посмотрим. Она у нас состоит из двух скобок. Вот эта скобка большая. f от x минус g от x в степени n. На самом деле более простое выражение. Почему? Потому что когда мы начинаем решать пример, мы вот двойку должны представить как x плюс 2 в степени и здесь x плюс 2 в квадрате. То есть мы число, которое стоит справа от логарифма, представляем в виде логарифма. У нас получается выражение основания в степени n, в степени 2. Потом мы от логарифмов избавляемся. У нас получается левая часть минус правая часть. То есть вот эта x плюс 2 в квадрате, она уходит сюда. И по сути вот эта скобка, это само по себе решение неравенства. То, что было в левой части, f от x, минус g от x в степени n. То, что получается в правой части, если букву n представить как логарифм с основанием g от x. А внутри тогда g от x в степени n. А вот красная скобка как раз делает нашу жизнь легче. Потому что она отвечает за смену знака неравенства. Вместо того, чтобы рассматривать два случая, мы из основания вычитаем единицу. Таким образом учитываем эту перемену знака. Давай вспомним, что мы прикидывали, что если x может быть равен, например, тройке. И тогда в основании 3 плюс 2, 5. Число, которое больше единицы. Если мы из 3 плюс 2, 5. Вычитаем единичку. Получается в этой скобке 4. То есть в тот момент, когда основание больше единицы, в этой скобке получается положительное число. И мы на него типа можем сократить. То есть мы как бы как будто сокращаем эту скобку. Все неравенство на нее делим. Эта скобка пропадает. Остается само решение. И знак неравенства сохраняется. А вот в тот момент, когда в основании стоит число, которое меньше единицы. Минус 1,5 плюс 2. Минус 1,5 плюс 2. Это 0,5. Вычитая еще единицу, получается минус 0,5. То есть в тот момент, когда в основании стоит... В основании, когда в этой скобке получается отрицательное число, когда основание меньше единиц, мы на нее тоже как бы сокращаем. Она у нас пропадает. Но сокращаем отрицательное число, меняется знак неравенства в обратную сторону. И в итоге у нас пример. Вот эта скобка, она учитывает эти два случая. В тот момент, когда скобка положительная, знак сохраняется. В тот момент, когда скобка отрицательная, знак меняется. Но мы сами это не рассматриваем. За нас это делает метод профессионализации и вот эта формула. Поэтому это очень удобно. Подумая об этом, обязательно нужно постараться это понять. Потому что так бестолково применять формулу, это плохой подход. Ну а дальше. У нас получился ответ. И нужно дописать ОДЗ. Оно у нас стало длиннее, как мы уже обсудили в примерах с переменным основанием. Оно состоит из трех пунктов. Основание больше нуля. Основание X плюс 2 не равно единице. И выражение внутри логарифма строго больше нуля. Три условия, все три решаем. И постепенно накладываем на наш ответ. У нас снизу появится еще раз ответ. Ось X. Четверка. Вот наш ответ примера. От минус бесконечности до четверки. Теперь мы решили X больше, чем минус 2. И это условие наносим. Здесь у нас минус 2. Выколота. Берем все, что больше. Левая часть откидывается. Решаем второе условие. X не равен минус единице. Двойку сюда перенесли. Получилось, что X не равен какому-то числу. Такое у нас постоянно получается при решении логарифмических неравенств. Получается, что мы должны точку минус 1 на картинке выколоть. В ней появляется дырка. Просто здесь появляется дырка в минус единице. И теперь ответ будет от минус 2 до минус единицы. От минус единицы до четверки. То есть именно за счет этого у нас выкалывается точка минус 1. И ответ становится такой же почти как был при решении обычным способом. И последнее неравенство. Его решаем методом интервалов. 2X плюс 1. X за скобку 2X плюс 1 больше 0. Для него отдельная картинка. Точка минус 1 вторая. Корень этой скобки. Точка 0. Точки выколоты. Знаки плюс, минус, плюс. И мы выбираем для себя те танги плюсы. Здесь и здесь. Теперь еще вот это решение. Давай мы вот черным цветом. Я его нарисую поверх основного. Минус 1 вторую. Добавляем сюда. И 0. Тоже добавляем сюда. Берем то, что больше 0. И то, что меньше. Минус 1 второй. Получается здесь дырка между минус 1 второй и 0. Этот промежуток нам в ответ не подходит. И окончательно подумав над тем, что у нас получается, когда мы совмещаем ODS и решение примера, получаются промежутки, которые я зарисовал. Нужно теперь написать, что X принадлежит. Для нас самое важное научиться применять сейчас эту формулу, а еще лучше понять, как она работает, откуда она берется. Подумать о том, как учитывается вот этот знак переменной. Знака неравенства в этой скобке. Откуда появляется выражение X плюс 2 в квадрате. Правильно научиться эту формулу применять. После того, как мы ее применяем, к примеру, в котором основание логарифма переменная, остается очень простой номер, который просто решается методом интервалов, без всяких систем, без пересечений, без учета двух случаев. Мы его решаем методом интервалах, получаем ответ. Дальше пишем ODS, и точно так же нужно было писать ODS в прошлом случае, точно так же ODS на ответ накладывать. Стоит из трех пунктов, каждый решаем по отдельности и аккуратненько на общую картинку наносим. И внимательно выбираем для себя участки, где все решения пересекаются. Вот это, искать пересечения, тоже сложно, тоже можно запутаться. Поэтому нужно тренироваться. Смотришь на следующий номер и стараешься делать его сам, применить ту же самую формулу. Логарифм, в основании которого стоит X пополам, выражение, которое зависит от X, основание переменное. Значит, ты сразу понял, что легко решить не получится, казалось бы. Поэтому школьным способом нужно было бы рассматривать опять два случая, системы, и потом их объединять, потом писать ODS, и потом на него ODS накладывать на решение примера. Но мы выучили формулу метода рационализации и удобно ее применяем. Пишем основание, X плюс 2, минус единица. Вторая скобка, 4X квадрат, минус 3X плюс 1. То, что было внутри, минус основание, выражение X плюс 2, степени 0. За неравенством стоит 0, поэтому мы X плюс 2 возводим в нулевую степень, скобка закрывается, знак остается такой же, как был, больше либо равно, и сравнивается с нулем, который был в формуле. И остается пример метода интервалов. Мы все должны привести к такому виду, чтобы у нас все было разложено на скобки, числитель знаменателей, если у нас вдруг появится. В первой скобке у нас как раз появляется, X пополам, поэтому мы сюда умножаем на двойку, остается X минус 2, деленное на 2. Такая дробь умножается, в этой скобке преобразуем, 4X квадрат, минус 3X, плюс 1, минус, и вот тут, может быть, ты немного удивился, X плюс 2 в нулевой степени, это единица, и так у нас часто получается, получилось, что все это выражение это единичка, и плюс 1, минус 1, взаимно уничтожились, осталась скобка 4X квадрат, минус 3X, больше либо равно 0. Но мы умножим на двойку, чтобы избавиться от знаменателя, знать неравенство при этом останется, X минус 2, а в этой скобке мы ее хотим разложить на множители, X выносим за скобку, остается 4X минус 3, больше либо равно 0. Все готово, чтобы решить методом интервалов. Здесь корень двойка, просто X соответствует корню 0, а в этой скобке корень 3 четверти. Подумал об этом? И записываем ось X, точки в порядке возрастания, точки все закрашенные, 0, 3 четверти, потом идет уже двойка. Знаки плюс, минус, плюс, минус, и мы выбираем плюсы, потому что решаем больше либо равно 0. Получился ответ для неравенства, теперь нужно на этот ответ наносить ODS. Отдельно его пишем. ODS. Три условия. Основание больше 0. Основание не равно 1. И скобка 4X квадрат минус 3X плюс 1. То, что было внутри логарифма, строго больше 0. Остаются короткие примеры. Именно такие короткие примеры мы учились решать, когда проходили метод интервала в конце видео было. Вот теперь это все как раз нужно. Здесь берем, умножаем на двойку, и получается, что X строго больше 0. Одно условие. X пополам не равно единице. X не равен двойке. Точка 2 нужно выколоть. И последнее неравенство. Подумай пока над ним, а я нарисую общую картинку. Еще раз. У нас ось X. Решение от 0 до 3 четверти. И от 2 до плюс бесконечности. Черным нарисовано решение примера. На него мы накладываем условие X строго больше 0. Здесь у нас появляется дырка. То есть то, что точка не входит вот из-за строго неравенства, выкалывает нам точку 0. Она в решение перестает подходить. Важный момент, что у нас то, что точка выколота, важнее, чем то, что она была закрашена и сюда подходила. Так что 0 у нас выкалывается, и мы берем все, что больше 0. Дальше. X не равен 2. В двойке опять же появляется дырка. То есть раньше у нас точка была закрашена, теперь она у нас выкалывается. И остается нам нанести третье условие. Для этого ты решил квадратное неравенство, посчитал для него дискриминант. 9 минус 16. Получился отрицательный дискриминант. Минус 7. Дискриминант отрицательный. Что это значит? Что все это выражение всегда одного знака. При любом X это выражение положительное. Значит решением такого неравенства является X любое число. У нас X принадлежит R. И в контексте решения ОДЗ и всего примера это значит, что вот это условие никаких ограничений, например, не накладывает. Нам подходит все, вся числовая ось от минус до плюс бесконечности. Так что третье условие мы наносить не должны. У нас подходит все то, что мы уже нарисовали. Получается, что мы записываем ответ с учетом того, что у нас некоторые точки выкололись. Теперь у нас 0 стал выколотой точкой. Скобка круглая. 3 четверти. Скобка квадратная. Двойки. Скобка круглая. И до плюс бесконечности скобка тоже круглая. Ответ номера 8. Подумал быстренько. И о том, что все получилось у нас действительно быстро. Применив формулу, мы в три строчки решили методом интервала. Пример. А потом нанесли на него несложное ОДЗ. То, что X больше 0 и X не равен двойке. И вот эта ситуация полезна, что у нас бывает в ОДЗ уравнение, в ОДЗ бывают неравенства, у которых решение любое число. И это наоборот очень удачно, потому что они никаких ограничений, например, не накладывают. Переходим к последнему девятому номеру. Он точно такой же. Нужен просто, чтобы закрепить навык, который у тебя сегодня появился. Внимательно посмотри в пример. Видя, что X квадрат основание переменное, значит удобно применять метод рационализации. Пример заменяется как основание X квадрате минус единицу. Сравнили основание с единичкой. А здесь написали X минус 1 в квадрате то, что было внутри. Минус основание в степени единица. То, с чем логарифм сравнивался. Меньше либо равно нуля. Знак остался, с правой стороны ноль. Первую скобку, видим, что в ней написана разность квадратов. X минус 1, X плюс 1. Во второй скобке, как ни странно, тоже написана разность квадратов. Но давай, допустим, мы этого не заметили, и взяли честно обе скобки возле ли в квадрат. X квадрате минус 2X плюс 1 минус X квадрате. В первой степени это X квадрате, значит минус просто X квадрате. X квадрат и X квадрат ушли. Осталась скобка минус 2X плюс 1. Ты подумал о том, что перед X остался коэффициент минус. Минус 2 нужно вынести за скобку. За весь пример. X минус 1, X плюс 1. Здесь минус 2 убрали. Осталось X минус 1 вторая меньше либо равно 0. И на эту минус 2 сокращаем, чтобы избавиться от лишних чисел. Знака минус. X минус 1, X плюс 1, X минус 1 вторая. Знак неравенства сменялся в обратную сторону. Рисуем картинку. Ось X, точки. Три точки. Минус 1, 1 и 1 вторая. Все точки закрашены. Все закрашено. Плюс, минус, плюс, минус. Выбрали для себя ту часть, где плюсы. Знак неравенства мы поменяли. Спокойненько пишем ОДЗ. Из трех пунктов. X квадрате больше 0. 0, X, X в квадрате не равно 1, X минус 1 в квадрате больше 0. И вот здесь нужно не ошибиться при его решении. X квадрат больше 0. Какой ответ у такого примера? Точка 0, выколота вокруг нее знаки плюс, если мы решаем именно методом интервалов. Либо просто ты подумал о том, что любое число в квадрате больше 0, кроме самого 0. 0 в квадрате 0. Так что 0 нам не подходит. И давай аккуратно наносить на ответ. От минус 1 до 1 второй. Решение от 1 до плюс бесконечности. Это у нас такое решение было. Теперь у нас подходит все, кроме 0. То есть, еще раз, вот это вот неравенство, оно по сути дает нам то, что X не равен 0. Ну, либо мы можем нарисовать именно такую картинку поверх основной оси X. Но, по сути, мы просто берем и точку 0 выкалываем из нашего решения. Второе условие ОДЗ. X квадрат не равен 1. Значит, что X без квадрата не равен плюс-минус 1. Что нам это дает? То, что точка плюс 1 и точка минус 1 нужно их выколоть. Вместо закрашенных точек в точках 1 и минус 1 появляются дырки. И последнее неравенство. Еще одна такая же картинка. В точке 1 у нас дырка. Вокруг нее знаки плюс-плюс, потому что любое выражение в квадрате больше 0. Метан интервалов мы решили и поняли, что нам подходит все, опять же, кроме 1. Ну, мы это условие уже и так нанесли. 1 уже выкололи. Но можем повторить еще раз, что нам подходит все, кроме самой 1. И получается, что УДЗ немного ограничила пример. У нас появилась дырка в нуле и появились дырки в минус 1 и 1. Но если что-то из этого потерять, то все решение засчитают как неправильное. Не поставят даже 1 балла. Так что теперь мы закрашиваем правильные промежутки. x принадлежит от минус 1 до 0, от 0 до 1 второй и от 1 до плюс бесконечности. Окончательный ответ примера готово. И на этом мы подводим итог. Сегодня научились решать примеры логарифмических неравенств, когда логарифм сравнивается с числом. Именно эти примеры нужно освоить в первую очередь. Хотя, конечно, логарифмические неравенства на этом не заканчиваются. Кто-то обязательно ждал более сложных примеров, в которых нужно делать много преобразований подготовительных. Но я об этом все-таки попозже в отдельном видео. Пока мы логарифмы сравниваем с числом. У нас принципиально две ситуации. Когда основание постоянное число, такие примеры проще. Там можно сразу от логарифмов избавиться, поменяв или оставив знак. И другая ситуация, когда в основании логарифма стоит какая-то функция от x, то есть переменная основания. И тогда нужно либо школьным методом рассматривать два варианта, либо, используя метод рационализации, пример заменять по формуле и методом интервалов его дорешивать. Так гораздо проще. О чем я тебе советую? Эту формулу метода рационализации еще пару раз применить и для простых примеров с постоянным основанием. Тогда ты лучше поймешь, как эта формула работает. Хотя, конечно, это из пушки по воробьям. После того, как получается решение примера, мы должны еще написать ОДЗ. Каждое неравенство в ОДЗ или каждое условие в ОДЗ решить отдельно. И решение ОДЗ и примерно совместить, нарисовав все на одной картинке. Это тоже нужно тренироваться делать. Тоже много сложностей, связанных с сравнением чисел, расстановкой чисел, пересечением множества условий на одной картинке. Оставляй свои вопросы и пожелания в комментариях. Делай домашнее задание. Там много примеров. И в следующих двух видео мы поговорим о замене переменной. Это простое действие для логарифмических неравенств. И гораздо более сложное и важное видео. Это допустимое преобразование неравенств с логарифмами. Там будет прям очень жарко. На этом все. Счастливо. Пока.